у заказчика была задача построиться за один сезон соответственно куча других вариантов конструкции дома он сразу от металла из-за того что это будет просто более долго каркасник даже при такой стоимости дорогой его проекта его не смущал потому что здесь близко финляндия и многие жители выборга постоянно там бывают и видят эти дома и прекрасно понимают все их плюсы и минусы для него это было основополагающим при выборе именно конструктива дома что это будет каркасник его это абсолютно устраивает надо еще понимать что сама площадь дома достаточно большая и любые строительные работы при таких площадях они по времени все равно растянута поэтому этим и обусловлен выбор заказчика конструктива каркасного дома плюс были требования по хорошему утеплению потому что здесь неизвестно что будет с газом отопление электрическое по площади получается что он неправильная форма но учитывая второй свет чуть больше 300 метров получается общей площади проект разрабатывал с нами по желанию заказчицы соответственно изначально прототипом был выбран какой-то польский проект он перерабатывался достаточно глубоко только части внешнего вида остались оригинальные сделана утепленная шведская плита с нулевым циклом потом был каркас под крышу сделан и сейчас третий этап черновая отделка он в завершающей стадии внутри практически все работы закончены снаружи остается только фасадной работы по времени первый этап длился 10 дней каркас под крышу в районе трех недель и работы по черновой отделке сейчас чуть больше двух месяцев ну все вместе это где-то в районе трех с половиной месяцев получится что могу сказать об этом доме я застал его строительство самого начала очень большой объем очень большой дом и здорово что заказчики решились на такой лофт и хорошо что такие проекты сейчас входят в моду потому что это гораздо интереснее чем что-то типовое классическое квадратное прямоугольное и еще конечно мне вот очень нравится что у этого дома большая площадь остекления большие окна причем окна в гостиной они без импостов без перегородок каких-то много света фундамент утепленная шведская плита в данном случае он высотой 40 сантиметров это значит что у него в районе пола 30 сантиметров утеплителя 10 сантиметров бетона в районе ребер 20 сантиметров бетон 20 сантиметров утеплителя здесь мы уже можем видеть только отделку цоколя она выполнена из листа плоского шифера который на л-блоке наклеиваются перед монтажом видно утепленная отмостка который засыпан над севом видны дождеприемники которые установлены в те места где будут подключены сейчас сливы с крыши у этого дома интересный фасад это дерево лиственница планкин у меня вот в руках есть кусочек толщина 28 миллиметров 45 градусов это отборный планкин цена за квадратный метр где-то 2000 рублей то есть довольно дорогой материал можно даже сказать какой-то может быть премиум класс и как видите смотрится гораздо более солидно и надежно чем многие аналоги на фасаде видим планкин из лиственницы скошенный который красил сам заказчик под ним вент зазор дальше ветрозащитные плиты потом 20 сантиметров стойки каркаса и 5 сантиметров обрешетка все это утеплено 25 сантиметрами каменной ваты дальше идет пароизоляция и обшивка внутренняя сам крепеж планкена это змейка скрытый крепеж то есть ее видно только в зазор соответственно делается для того чтобы абсолютно не было видно никакого следов крепежа на фасаде первый этаж площади в районе 180 метров там расположена большая гостиная кухня две комнаты жилых котельная и достаточно большой комплекс спа-зоны сауны душевой большой во втором этаж это одна большая свободная зона то есть там нету разграничения никаких перегородок нету то есть просто можно выделить как бы три части этой зоны та которая примыкает непосредственно ко второму свету это который слева там и справа от второго света здесь получается перестройка с двух сторон конструктив террасы представляет себя лаги из пропитанной доски крепится одним основанием на выпуске из у шипе из фундамента другая часть крепится на свои буронабивные которые установлены вместе с плитой кровля стоит на столбах массивные столбы для красоты сделаны дальше она будет стеклиться полупрозрачным материалом который вот частично установлен тестировали ставили его качестве материала будет использован монолитный карбонат который в виде шифера изготовлен волнистый лист это хорошая иллюстрация пословицы семь раз отмерь один раз отрежь получилось так что окна здесь замеряли заказывали какие-то знакомые заказчика и при замерах возникла ошибка которая привела вот этим вот 8 по моему сантиметрам щели под дверью пришлось выкручиваться из этого положения здесь пока временный вариант это чтобы просто не задувало в дом но конструкция вот этого узла получилось из двух частей здесь у нас 2 такая же дверь с той же самой проблемой она короче чем надо здесь шов уже как следует запенили лишнюю пену срежем и с этой стороны вставим такой же порог как с другой стороны пена не дает порогу промерзать тут помимо основного входа существует еще выход из зоны сауны и выход из комнат кухни и гостиной на террас основной вход и выход из сауны они это обычные входные двери финские остальные выходы они представляют себя балконные двери как из стеклопакета сделаны здесь у нас угол одной из террас и вот здесь будут розетки интересно что внутри видно сетку которая защищает фасад от насекомых здесь есть щели в которые могут залезть осы мошкара чтобы все это не поселилась за доской вент зазоре он специально закрывается такой сеткой и также здесь снизу есть щель уже побольше это для вентиляции фасада и эта щель перекрыта сеткой из нержавейки такая сетка нужна чтобы преградить доступ мышам внутрь стены это известный миф что в каркасном доме обязательно должны в стене жить мыши миф популярный потому что зачастую такие вот зазоры ничем не закрыты есть щели есть доступ к грацинов они пролезают и поселяются в стене но если пролезть не получается не будет у мышей окна это стеклопакеты двухкамерные стеклопакеты пластиковые с энергоэффективным стеклопакетом внутри это позволяет снизить теплопотери на крыше мы видим металлочерепицу серого цвета с полиуретановым покрытием долговечным снегозадержатели разной проходки водосточку тоже в цвет серый такой же как кровля стропильная система предполагает здесь утепление 30 сантиметрами каменной ваты то есть это классический мансардный вариант с пленками специальными которые предохранят от влага накопления внутри конструкции итак мы с вами оказались в доме и это большая гостиная она сообщается с кухней площадь помещения почти 53 квадратных метра плюс почти 26 квадратных метров на кухне вот такой большой объем высокий потолок большой камин причем желание заказчика было сделать вот такой огромный короб здесь вокруг камина будет красивая плитка сейчас пока просто поверхность пола плитка дойдет вот до сюда поднимется здесь и по бокам от топки тоже будет плитка выше короб будет оштукатурен специальная по моему мозаичная штукатурка с этой стороны от камина у нас поленница такая вот полка для дров она обшита гвл и лестница на лофт второй этаж сделана подсветка опять же заказчик захотел такой вариант а теперь давайте посмотрим что у нас наверху на наш лофт второй этаж мы на втором этаже хотя это не совсем второй этаж это только большое пространство вообще скорее это лофт но заказчица хотела изначально маленький лофтик как она выражалась в процессе проектирования получилось что она решила увеличить объемы и здесь будет вот такое большое помещение общая площадь 107 по моему квадратных метров вот именно в таком виде это пространство будет эксплуатироваться планируется что здесь будет какая-то chillout зона может быть кальян всякие диваны пуфики подушки и прочее особенностью этого помещения является вот такое оформление контрастная средняя часть где у нас кукушка в светлых тонах темные балки а те части что по бокам темный потолок светлые стены полы планируются светлые насколько я знаю и здесь еще есть две ниши для всякого хлама шкафчики стены что-то в этом роде мы сейчас находимся в такой темной части лофта более спокойный затемненный уголок обратите внимание на эти балки это затяжки между стропилами это не просто декоративный элемент конструктивный у нас здесь 300 миллиметров утепления 250 стропилов и перекрестное утепление еще 50 миллиметров в обрешетке получается что крыша 300 стены 250 то есть та же самая история с перекрестным утеплением стойки уже 200 миллиметров то есть у них 200 миллиметров минувата и поперек еще 50 дополнительно также здесь на полу мы с вами наблюдаем следы активной деятельности заказчиков по покраске все что покрашено покрашена заказчиками собственноручно они выбрали такой путь хотя можно было купить доску уже окрашены на производстве но они считают что только самостоятельно можно сделать это качественно кроме того судя по всему им нравится мы не обходим стороной некоторые недочеты которые возникают на стройках без этого не обходится ни одна стройка к сожалению и вот яркий пример такая неприятная царапина которая возникла после падения лестница эти доски придется заменить первый этап утепленная шведская плита в которой весь нулевой цикл по сути входило стоило в районе полутора миллионов рублей коробка под крышу без утепления просто сам конструктив с крышей с наружной обшивкой ветрозащитными плитами с лестницы черновой стоил в районе двух с половиной миллионов рублей но и сейчас черновая отделка и коммуникации то что вы видите сейчас и фасад соответственно окна все что в это входит на данный момент бюджет в районе трех с половиной миллионов изначально планировалось что будет только второй свет в зоне над гостиной никакого второго этажа не будет будет там холодный чердак но в ходе начала строительства до заказчика появились желание сделать там сначала лофт а потом уже полностью свободную зону и соответственно это повлекло сразу увеличение бюджета в части отделки в основном на данный момент конечно это удорожение связано вот с этими квадратными метрами которые второго этажа появились и достаточно большие площади получается все вместе сейчас приближается уже к 8 миллионов по моим личным ощущениям дом получился очень внешне эффектный привлекательной с очень удобной планировкой с большим количеством внутри свободного места и освещение очень хорошо освещено это его конечно выгодно отличает среди остальных проектов и вы Субтитры создавал DimaTorzok